У-ла-ла-ла, 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 па-па-па-рау 200 тысяч тонн бумаги на кино. В Уфе показали фильм, снятый на средства от сбора макулатуры. Становление личности через кино. В Уфе состоялась премьера фильма для школьников «Песня ветра». Это духовно-нравственная картина, направленная на воспитание детей. Главный организатор необычных уроков жизни – проект «Киноуроки в школах России». И сейчас об этом проекте мы поговорим с людьми, которые знают о нем все. Встречайте, региональный продюсер проекта «Киноуроки в школах России» Азамат Тимиргазин. Здравствуйте, Азамат. Доброе утро. Ну и наши гости сегодняшнего утра. Виктор Меркулов, руководитель проекта «Киноуроки в школах России». Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. И Елена Дубровская, режиссер фильма «Песня ветра». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот честно признаюсь, к кому стыду, я слышу об этом впервые. Поэтому давайте для всех тех, таких же, как я, людей, живущих далеко за пределами Уфы, докуда не доходят сигналы связи, и они пропускают такие важные события, расскажите, что за проект такой замечательный. Ну я разрешите поправлю вас немножко, потому что 200 тысяч тонн – это неимоверное количество. Мы бы сняли уже все 100 фильмов. 200 тонн всего. 200 тысяч килограмм. Ну и даже если быть точнее, то 174 тонны. 174 тонны – 226 килограмм. 320 школ собирали бакулатуру из республики. Это много-много тысяч людей, которые стали сопродюсерами. Благодаря их вот этой работе, этому мусору, который они собрали, мы с вами сняли этот фильм. Классно. На деньги. А что за вообще такой проект «Киноуроки в школах России»? Ну я, наверное, не открою вам тайну, что искусство должно вставать на службу воспитания, что оно может формировать внутренний мир человека, впечатлять, там, модели поведения какие-то. Люди эти могут для себя выяснять, герои для подражания находить. Ну, собственно, вот мы этим и занимаемся, создаем такие художественные фильмы. Каждый фильм на какое-то одно человеческое понятие или качество человеческое. Смелость, честность и так далее. И, собственно, эти фильмы короткие идут для уроков в школах. К ним делается методическое пособие, и педагогу будет очень удобно. Взять, показать фильм на это качество, и по методическому пособию провести урок, продискутировать. И главными героями становятся, конечно же, дети. Конечно, да. И главное, что теперь Уфу и Башкирии узнают во всех уголках нашей страны. Ваш фильм будет подарен 43 тысячам школ. Там Башкирия школам России, представляете, дети на Сахалине, в Костроме, в Архангельске, в Краснодаре. Не перечисляйте, 85 субъектов федерации. А почему бы и нет? Мы с теми сегодня говорим. Главное в луфавитном порядке. Елена, ну расскажите, вкратце, в двух-трех словах, как проходила работа над фильмом, о чем кино, и кому будет, в общем-то, полезно его посмотреть. Фильм о дружелюбии. Мы решили... Вообще это понятие выбрал ваш регион. Регион выбирает понятие. И дружелюбие, оно было выбрано, потому что мне сказали, башкиры дружелюбный народ. Это правда? И я это теперь знаю. Потому что я уже не первый раз в Уфе, я знаю, что башкиры дружелюбный народ. Вот. И мы написали, я написала сценарий. Вот, да. Здесь снимался Юла, это ваш настоящий батыр, джигит. Настоящий такой, вот он все может, он вот такой и есть. Каким мы его видим, да. И, конечно, снимались ваши дети. Это древняя легенда о Курае, которая переносится в наше время, и все это на фоне того, что человек и природа едины, что надо друг друга любить. Друг другу помогать. Это прям ваша тема. Классно. Азамат, расскажите, пожалуйста, вы являетесь региональным продюсером проекта. Какое участие регион принял в съемках этого фильма? Это же урок, да? Это же не просто фильм, да? Это целый урок с методическими пособиями и с огромным, огромным смыслом, вложенным во все это. Расскажите, вот как мы, как Башкортостан, в общем-то, приняли в этом участие и что для этого сделали? Ну, мы, как Башкортостан, скажем, взяли инициативу и постарались вот этих двух прекрасных людей вытащить на Урал и Павловский регион первыми, да? Чтобы взять первенство и потом хвалиться. А, то есть мы первые в этом регионе вообще. В Урале, да. У нас центральный федеральный округ, там, в север. Ну, познакомился с этими людьми, так скажем, да, вот так, случайно, совершенно, в Красногорске, затащили меня, там, когда я в то время работал, на какой-то фильм, надо отметиться, массовкой быть, там, в зале отца. И после фильма я подошел, я говорю, вы никуда от нас не диньтесь, поехали в Башкортостан. Вот оно дружелюбие, это наше. Да, короткая встреча была, очень. Я говорю, мы все постараемся сделать, чтобы фильм был у нас вот следующий, вот, по вашему графику мы, может быть, не укладываемся, но придется вот по нашему графику работать. Слушайте, ну захватили вы. Вы на силу искусства. Да, это, конечно, мероятно. Я просто, я говорю, еще раз повторюсь, что я впервые об этом слышал, я стал переварить информацию, мне кажется, это очень и очень, очень сильная вообще сама по себе идея, как идея, да? Вот говорят же, есть идея, которая потянет на миллион, там, и миллиард долларов, да, и есть идея, в которую надо миллиард долларов вложить. Какие планы у проекта в ближайшее время? Ну, очень просто, мы хотим, чтобы ребенок пришел в школу в сентябре, и когда уже в 11 классе вышел в мае, чтобы у него была широкая библиотека человеческих качеств, вот, которую он, собственно, и в процессе обучения закреплял бы на практике. У нас такая у вас система. В 30-40-х годах мы получим сильнейшее поколение школьников нашей страны, которое будет мощнейшее государство строить, то есть все будет у нас хорошо. А какие еще, помимо дружелюбия, Лена, что-то хотела сказать, но я вот вопрос быстренько успею так втиснуть, помимо дружелюбия, какие еще качества уже вот в проектах и может быть даже сняты? 31 фильм снят. Уже 31 фильм, а какие ключевые? Великий Новгород, справедливость, Костромская область, честь и достоинство, Псковская область, чувство долга, ну, вот, Мордовия, милосердие, ну, вот, то что вот. Супер, супер. Вот вы знаете, когда я немножко вчера посмотрела начало фильма, да, трейлер, там были такие слова, все мы часть одного начинаются, да, вот, с этого получилось ли, благодаря нашим детям, нашему вот это показать? Вы знаете, что получилось? Получилось. Во-первых, вот этот мощный кастинг, который мы проводили, 600 детей приехало, и мы посмотрели всех, у нас была задача найти красивых детей. Мы этот фильм в Петербурге уже показали на закрытом показе, прежде чем к вам приехать, мы же боимся тоже, знаете, как вот такое детище, фильм рождается на премьере, и в Петербурге мы его когда показали, все к нам подходили, откуда такие красивые дети? Неужели в Башкире такие красивые дети? Подождите, а что за сомнения? Уже нет сомнений, уже ни у кого нет сомнений. Получилось, получилось, потому что, ну, видели ответную реакцию зрителей на премьере, народ плакал, а это хорошо, где надо плакал, а это хорошо, да. И не только дети плакали, еще и их родители. Ну, я скажу сразу, не пугайтесь, у нас все фильмы о хорошем, конфликт хорошего и лучшего, поэтому если у нас плачет, то от радости, вот, или от счастья, или от какого-то позитивного качества, мы негатив стараемся не показывать, его и так без нас хватает у вашего брата. Очень здорово, очень здорово. Мы желаем вам удачи. Спасибо. На самом деле, проект, который стоит того, чтобы его развивать, развивать и в каждой школе, можно же, что-то хотела спросить? Да, я только у меня делала, где посмотреть. Восьмого числа во всех школах Башкирии, да, и детских садах пройдет фильм. Пройдет вот этот киноурок. Пройдет киноурок во всех школах. Восьмого октября ждем, сын придет из школы, и я обязательно спрошу его. Ребят, вам уда... Да, да, да. Полный, полнометражный фильм родители попросили. Продолжение. Да, всего 20 минут, по-моему, вот этот версий. Это 20 минут попросили не этот фильм, а попросили для старшеклассников фильм «Батыр, но полный метр». Вот сейчас идут переговоры о том, что, может быть, мы будем здесь снимать полный метр. Если вам нужно отрицательный герой, вы знаете. Я уже поняла, кто. Знаете, кого спросить. Удачи. Это невероятно классный проект. Давно я так вот с утра не радовался тому, что узнаю что-то новое. Потому как действительно сейчас поколение у нас визуалов, и вспоминая мое детство, например, ну и вы, наверное, подтвердите, да, «Неуловимые мстители», там, фильмы про индейцев, которые воспитывали честь, достоинство, мужество и так далее. Как сейчас этого не хватает? Сейчас все на хайпе. Сейчас какие-то непонятные герои, а вот как раз-таки этого нашего простого не хватает. Вечные ценности в современных условиях. Абсолютно согласна. Удачи вам. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...